друзья всем 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 большой 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 привет всем доброе утро как вас дела напишите как у нас идет трансляция видно нас слышно напишите пожалуйста плюсик в комментариях если все хорошо сегодня мы с вами решили встретиться немножко заняться арт-терапии порисовать вместе со мной используем будем кисти мастихин интересную будем работу делать с видами на горы да такой референс выбран не случайно потому что уже с 1 по 7 мая мы отправляемся в арт-тур и мы этим сюжетом можно сказать хотим мало того что чуть расслабиться но еще и пригласить вас вместе с нами в путешествие в дагестан у нас осталось всего лишь два места и я думаю что это будет очень крутой способ для того чтобы как раз таки перезагрузить немножко перезагрузиться потому что это расслабляющий арт-йога тур переключить своим в свое внимание до на майские праздники на неделю даже может быть побольше мы хотим отправиться в историческую часть посмотреть красоты дагестана эта часть россии и вместе со мной заниматься пленэрами и вместе с нашей ларисой заняться оздоровительной йогой для тех кто вдруг с нами и нас не знает это александра черная художник наши школа живопись маслом да мне зовут валерия я сам м менеджер школы и я думаю что мы не будем долго тут еще разговаривать и уже приступим к рисование у меня сейчас готов холст на подрамнике так как я буду работать в том числе и мастихином у меня формат 2 30 на 25 можно наверное даже ну можно и в большем формате сделать я буду делать много этюдовое мне что-то последнее время нравится делать небольшие работы кто в феврале я со мной виделся у меня был и марафон по мастихину и мне как-то вот в феврале сейчас очень нравится работать на небольших форматах и делать именно с недописанными краями таких стилей в этюдовых стилях потом такая работка интересно смотрится как полуоткрытка как такой действительно легкий сюжет и мне кажется недописанные края они дают возможность не заниматься детализации отдать только настроение сегодня у нас такое достаточно солнечный но горный холодный воздух в серых тонах будем в холодных тонах спокойное небо дающие такое мне кажется умиротворение замерз такое настроение достаточно расслабляющая да вот как будто бы вот в моменте вот где-то мы на вершине и буду работать я масляными красками у меня стандартный стандартный мой набор цветов кто со мной уже работает знает мою палитру у меня 9 тюбиков краски с которыми я считаю что можно написать любую картину это давайте сейчас пробежу пробегусь по материалам менять белила титановые два желтых два красных два синих два желтых это у меня лимонный нам желтый в меньшем количестве потребуется я думаю даже нам потребуется какой-то один желтый но я по привычке выдавливаю два цвета это кадми лимонный либо кадми желтый светлый и кадми желтый темный в принципе наверное даже сегодня подойдет и средних и какой-то даже один мы будем делать я не уверена еще надо подумать в какую сторону мы будем уводить теплоту здесь в каком колорите но и будем подстраиваться на самом деле под те цвета которые мы будем синими работать зависимости от наличия синих и гармонию будем давать именно отталкиваясь от ваших синих поэтому если у вас у кого-то будут другие синие лучше об этом написать в комментариях и я быстренько подстроить буду произносить и под другие синие два красных нам потребуется тоже в меньшем количестве чем синие на синих сегодня будет база картины красные нам нужны будут для сложных получения сложных серых оттенков я не использую черный и получаю обычно цветной серый из цветных красок тоже возможно сегодня нам это потребуется два синих у меня два красных у меня это кадмий красный светлый цвет мака и краплак розовый можно любой краплак красный кармин пурпурная в принципе мы будем где-то давать сиреневость и холодный красный нам потребуется два синих это у меня ультрамарин и небесно голубой а у нас наверно в инстаграме палитры нет да но ориентируйтесь на мой голос два синих это ультрамарин и небесно голубая принципе это мои мои два основных цвета я люблю на них писать уже в них хорошо ориентируюсь в смесях как они себя ведут на голубой fc в принципе тоже можно сегодня работать просто получится гораздо ярче как бы работаем мне хочется немножко приглашенных более пыльных цветов и два еще цвета оставшихся это индиго и любой коричневенький у меня умбра жженая можно марс коричневый в общем любой цвет который напоминает нам горький шоколад что рисуем вчера анонсировали сейчас наверное у нас есть сюжетик этот еще в сторизах висит можно зайти и заскринить да вы всегда когда вы смотрите эту запись будет будем выкладывать в запись вы можете написать нам директ и скинем мы вам референс к этому вебинару к этой встрече и я буду делать по традиции композицию намечать я буду пользоваться масляным карандашом вы можете пользоваться обычным карандашом можете пользоваться небольшой кистью и красочкой например ультрамарином какой-то я предлагаю всегда делать построение кто делает при помощи кисти делать полупрозрачными или прозрачными красками чтобы они не были сильно плотные начинаем композицию у нас в референс пик горы практически находится в середине но мы не будем его располагать середины и старайтесь чтобы у вас немножечко хотя бы относительно середины холста вот я ее намечаю вертикальную середину холста вот чтобы пик горы не попал в середину то есть вот вы себе и наметили показали и сдвигаетесь просто относительно нее немного влево просто по умолчанию будет красивее если у нас будет асимметрия стараемся вот этот пик который максимально высокая точка в сюжете не делать ее под потолок холста дать все-таки полосу неба и в целом не обязательно что прям стопроцентное попадание по по всей архитектуре можно немножко ну соответственно брать только главное вот отталкиваться вот точки где у нас есть перепады такие очевидные и уходить стараться от симметричности вот чтобы не были вот такие треугольники вот сейчас они у меня уже пошли да то есть вот уходить чтобы вот эти пики они были не просто таким домиком красивым а симметричные и они в том числе тоже вы можете увидеть ну и вот ритм возвышенности они должен быть тоже максимально ломан и то есть то ближе тот дальше между друг друга и какие-то всплески вот неровности да ну и цепляемся делаем точки находим крайние пики где у нас есть смена плоскости либо идет вверх либо вниз вот мы находим вот эти точки и между точками двигаемся прямыми отрезками это очень важно на это хочу сейчас обратить внимание что не просто мы делаем некую волну такую делаем только двигаемся при создании силуэта гор мы двигаемся только прямыми линиями до точки то есть вот мы собираем вот как вот в журналах раньше были там соедини точки и получится слон вот мы делаем вот только точками мыслим находим вот эти пики и стараемся иначе у нас не получится гора получится холм если не будем делать угловата геометрично ну и ключевые здесь у нас силуэт такой заданный и еще мы видим у нас будет три плана у нас будет супер дальний средний и ближе передний да вот где вот мы видим передний план у нас он практик кстати вот эта темнота угол угла слева внизу не делайте выход ну то есть вот не делайте начало этого этой диагонали прямо из середины тоже для себя найдите вот эту середину холста и старайтесь диагональную вот эту линию темноты не вы не выводить из середины холста просто у всех может быть разный какой-то холст для этой работы поэтому вот подстраивайтесь под свой размер есть вот учитывайте просто не попадаете в эти середины мы будем максимально стараться уходить от симметрии и нам нужно задать вот некую диагональ да вот можно ее даже сначала наметить просто общий наклон и потом уже в этой в этой динамике выложить неровности вот эти угловатости и еще обращаю ваше внимание темнота которая вот в нашем референсе у нас вот здесь есть диагональ так практически из угла выходит но но не из угла вот буквально отступите сантиметрик 2 и делайте выход то есть опять же таки не делайте долгие диагонали из углов холста это такие правила законной композиции которые будут нарушать нашу гармонию подсознательно мы можем даже не понимать что нам немножко раздражает но нас как зрителям глядя на работу но вот я вам рассказываю вот эти не попадания в середины диагонали долл это достаточно долгая диагональ и новая диагональ уходящие в правую сторону тоже она должна быть не на одной высоте с левой то есть просто она смотрим что она чуть чуть ниже да вот провели такую вспомогательную себе линию и сделали отступили вниз и вот засечку себе поставили и пошли вот с этой высоты да и тут каких-то там три вот таких пика и новая диагональ такая очень нужная нам для ритмов это у нас будет передний план и у нас есть вот этот средний план он такой достаточно темный но пыльнее до чем передний план здесь мы будем максимально использовать законы воздушной перспективы и правилам поэтому собственно будем об этом сегодня говорить и услышите кто еще например как-то не уверенно себя чувствует в знаниях по воздушной перспективы передачи плановости пейзажах это основная задача как художника передать именно вот это ощущение воздуха близости дальности плановости сегодня мы об этом будем максимально уделять этому внимание ну и все время видите ритмы диагоналей задаем в которых мы вот будем дальше укладывать темноту находим свет тень свет тень будем лепить относительно этих своих диагоналей которые мы изобразим в построениях вот немножко я себе наметила и получается у нас вот три плана то есть это вот этот передний план самый контрастный самый насыщенный самый теплый потом средний план вот где это у нас вот до вот этого хребта будет изображаться там еще потом я потом в краске подправлю всякие вот эти подъедим более точно и дадим всякие выступы сложнее линию можно уже в красках сделать и третий план самый дальний вот этому максим вершина и небо соответственно дальше по традиции кто со мной уже работал я буду делать сюжет при помощи кисти и завершу мастихином я буду давать свет мастихином и начинать я буду с теневых и средних тонов чтобы собственно было проще потом работать с мастихином нет вопросик в инсте мы смотрим вопросы нет тоже смотрим ну отлично я буду преимущественно работать на ультрамарине и индиго буду пользоваться мне хочется уводить этот сюжет в такой пыльный пыльный будет получаться за счет белил и уводить в ультрамарин и индиго пользоваться такие более холодные синюшные теме делать мне то есть здесь максимально холодной синие все-таки горы до температура отрицательная мне бы и будем делать холодный такой пейзаж потому что все-таки горные горы высоко температура минус и будем это тоже изображать в своем сюжете начнем с неба как есть рекомендации да у нас есть как бы рекомендации правил нет в живописи откуда начинать что нужно первым делать но есть рекомендации что мы можем двигаться от темного к светлому в масле на живописи мы можем двигаться от дальнего к ближнему от большего к меньшему и здесь мы выбираем уже сами как нам идти в этом в этой картине но вот когда есть небо и как-то принято идти начинать делать подмалевок делать раскрытие холста с неба я беру просто белилась небесно-голубым пока такие 50 на 50 возможно я до мешаю еще потом в небо ультрамарин но вот пока просто делаю собственным цветом предмета и цвет неба просто относительно относительно цвет гор он теплее поэтому небесно-голубой накладываю на небо потому что относительно ультрамарина небесно-голубой цвет теплее почему выбран сюжет с горами на сегодняшний эфир потому что у нас еще есть пару мест на май на майские праздники мы уже запланировали поездку давно уже анонсировали эту поездку давно у нас практически собралась полная группа группа небольшая и в теплой компании кто был с нами на алтае летним увидят знакомые лица потому что сейчас уже есть подтверждение вот участников алтайского нашего тура людей да кто с нами поедет и в дагестан тоже на пленэр на занятия йогой так что можно будет если что увидеть знакомые лица компания будет теплая небольшая все будут любители люди возвышенные любители живописи занимающиеся саморазвитием кстати в наши туры мне обязательно и ехать для и любить и йогу и живопись можно что-то любить одно а можно попробовать для себя открыть эти два направления и посмотреть вообще как вам понравится не понравится что в принципе там нет заловки у нас ну вот как-то все равно все попробует ли и кисть взять в руки и коврик расстелить небо заложила таким тонким слоем достаточно однообразно пока еще дальше вернусь к нему перехожу на дальний план горах спускаюсь я вытерла кисть об салфетку я пользуюсь салфеткой и в отдельной кучке набираю белила и небольшое количество ультрамарина и наберу капельку еще добавлю индиго потому что цвет достаточно красивый ультрамарин и нужно его немного приглушить видите он становится чуть серее и пока еще одноцветно односложно без изображение сразу же освещенных зон освещенной плоскостей этих гор мы начинаем закладывать краской просто цвет предмета и вот как понять какой заложить цвет у предметов либо взять его средний тон либо его теневой вот немного у меня нестандартный подход к этапности картин но так как у меня своя авторская техника работы с мастихином я подстроилась и выработала подобный ход работы пока и этот ход работы подходит как раз таки для новичков кто вот ну не у кого нет там десятилетнего образования в студиях живописи вузах живо художников да вот кто все таки еще такой в начале пути еще не многолетний опыт имеет и я понимаю что у вас есть страхи раскрытие холста страх все испортить страх не понять все в общем просто раскрасить мне хочется вам показать что можно и в таком начальном этапе своего своей живописной карьеры так сказать вести себя как художник раскрывать холст заниматься действительно от общего к частному и не всеми задачами пользоваться одновременно то есть не все они пользоваться они все задачи одновременно решать живописи двигаться поэтапно и давать себе такую нагрузку плановую потому что вот я спускаюсь ниже смешиваю ультрамарин и индиго и белила но уже в меньшем количестве у меня белил просто цвет темнеет я его потом усложню добавлю и зеленцы я вижу там все эти оттенки просто пока вот давайте выкрасим задача идем поэтапно избавляемся от белого у нас смотрите какие задачи в живописи кто например не опять же такие не знает как начать до с чего начать любую работу начинать нужно с анализа своего референса либо своей натуры и смотреть собственно задачи которые вы себе ставите на эту картину смотреть откуда источник освещения определять вот кстати давайте сейчас это как раз таки вместе проанализируем у нас есть такая задача в написании этой этой картины анализ я всех призываю все-таки вдумываться до того как приступать и это помогает собственно понять как двигаться в работе и что делать да собственно какая цель этого этой картины потому что все-таки вы как художник вы показываете нам зрителям что вы выбрали этот сюжет не просто так то есть нужна уникальность этого сюжета чем она может заключаться она можно заключаться в интересном освещении на картине будущее да она может который мы будем собственно утрировать мы как художники все время все утрируем она может заключаться эта задача вот в изображение красивого цвета например изображение наоборот красивых теней да вот как-то ажурная легла тень где-то в сюжете и вот мы не можем пройти мимо или может быть какая-то интересно там интересная ветка у дерева да вот вот все ради этой ветки то есть понять цель вашего вообще зачем вы сели работать над этим сюжетом понять откуда источник освещения она в нашей картине он у нас свет у нас один источник освещения солнечный день то есть у нас солнце источник освещения и он у нас входит в картину слева направо то есть вот так в таком движении до слева направо и сверху вниз достаточно утреннее такое освещение именно вот почему я сказала утреннее кстати по освещению можно понять время суток в картине я кстати тоже призываю вас к этому тоже задумываться какое вы изображаете время суток в картине от этого зависит длина теней от этого зависит температура света от этого зависит колорит теней тоже и в картине всегда мы можем понять сколько там градусов тепла в этой картине и можем понять сколько какое время примерно дня до и ночи у нас в сюжете все еще два синеньких у меня у точнее ультрамарин и индига и просто я оттенки видите у меня как бы получается даже не оттенки меня получается разная тональность пятен она регулируется просто белилами ничем другим то есть у меня ничего не смешиваю другого кроме как три краски белый белила ультрамарин и индига и спускаясь все время ниже я просто больше добавляю цветных и меньше добавляю количество белил вот и у нас почему я сказала здесь утреннее больше время суток потому что у нас еще достаточно холодный свет то есть у нас нет не вечереет и у нас тени достаточно резкие и как бы делящие пик дано светлую и темную и долгую тень тени долгие длинные такие тени ну то есть часов 11 я думаю в этом кадре да не стесняйтесь общаться пользоваться моментом пока я нахожусь с вами сейчас прямом эфире потом у нас это будет в записи выложена вы кстати можете и записи пописать можете пописать вместе со мной сейчас задавать вопросы которые вас могут интересовать насчет этого сюжета насчет мая да и поездки с нами вместе дагестан с нами в какой компании мы будем мы будем вместе со мной из художников от школы еду я и с нами едет наша лариса это все время с ней мы ездим и занимаемся йогой она вообще коуч она такая много психологии связано с личностным ростом людей и знает именно занимается йогой восстановить восстанавливающийся такой оздоровительной йогой то есть она не направлена на философию занятия йогой а направлены больше на растяжку на излечивание грубо говоря у нас там в основном в поездках взрослые люди и мы подстраиваемся точнее лариса подстраивается под здоровье каждого человека и всякие противопоказания да там на в коленях бывают и на других суставах спины это всегда учитывается на всех занятиях и как бы не не травмируется достаточно такая для новичков то есть не не усиленная будет йога которая будет нам помогать вообще собственно после перелетов разминаться будет я сейчас добавила в ультрамарин небесно ультрамарин индиго и добавляю коричневый то есть чуть теплее становится цвет да и еще темнее но не черный кисть я ни разу еще не вытирала в просто белила еще немножко тянутся поэтому собственно и нету этого черноты всем привет кто только присоединился а референс вы можете запросить у нас в директе напишите нам в директе и мы вам обязательно его пришли кстати кто вот сейчас я так понимаю присоединился и живет дагестане расскажите немножко вообще про ваш край что стоит смотреть у нас есть программа у нас есть сайт поездки и и вы можете ознакомиться с каждым днем уже каждый день расписан что мы будем смотреть поездка достаточно насыщенная на достопримечательности будем менять локации будем много выдвигаться куда-то смотреть все это я просто старая или такой человек который люблю вот на месте погружаться стараюсь как-то не готовится информационно к поездке чтобы быть тоже таким эмоциональным зрителям и восторгаться не знать что мы там вообще можем увидеть но у нас есть люди кто планирует и кто знает наш весь маршрут и конечно же все дни уже расписаны и запланированы избавились мы от белого все вот я кстати сейчас закрываю промежутки которые оставила их можно кстати вот такие миллиметрики себе оставлять помогать например если вдруг цвет не меняется у вас на кисти да вот ну как-то не можете вы сменить цвет он все равно не не вы не закрашивать такими кусочками фрагментами плоскостями вы можете вот такой миллиметрик не докрашивать и себе оставлять не терять ваше построение ну а я докрашу потому что я вижу и у меня получаются эти разные тональности в пятнах поэтому и видите у меня специально взята кисть с прямым срезом и она кстати новенькая относительно и она еще не распушена и она дает возможность прям видите очень делать достаточно графичный мазочки и это ну как бы действительно кисть в данный момент мне помогает не уйти от вот этих ломаностей графичности ощущение сейчас скажу это слово ощущение скалистости нужно добиться и кисть которая плоская с прямым срезом дает это помогает так я избавилась от белого от голого грунта закрыла холст да что мы сейчас делали мы сейчас избавлялись от белого холста мы сейчас тренировались по смешению что мы смешали для той иной и то иного места мы сейчас регулировали вообще ощущение свои на холсте привыкали к нашему холсту к нашему грунту каждого грунт свой состав уникальный ну вот у каждой фирмы да и у нас большое количество можно может быть разных холстов поверхность холста она как раз таки и помогает нам вообще очень влияет на то как будет как будет укладываться краска на холст какой будет финишный результат блеск или матовость как вообще будет впитываемость как будет скольжение на все это влияет покрытие холста я сейчас взяла в руки мастихин рыбка кто у меня знает тот знает что я работаю только этим мастихином и он у меня сейчас чистый без краски и я просто вот беру чуть-чуть на верхнее ребро у меня есть перекос то есть не плоской поверхностью всей лопатки а немного на верхнее ребро без сильного нажатия либо вот на нижнее да либо на верхнее в зависимости куда я двигаюсь я проверяю вообще количество краски на холсте и можно собственно я вытерла можно сейчас вот подвигать красочку понять вообще двигается ли она мастихином и причесать так сказать убрать следы оставленные от кисти именно от кистевых вот этих мазки кистями вот я беру зачесываю чтобы везде у меня краска зачесалась от мастихина и дальнейшем даже тем тех местах где я не буду как-то касаться да не буду проходиться и останется нижний слой ну я могу сфотографировать как было до но это еще даже и не итог то есть такой подмалевок черновой вариант то есть это заготовка такая болванка смотри что я тут в камере фокусе то есть это еще не итог кистевой это это просто тени и собственный цвет предмета то есть без учета света это не объем друзья у нас осталось совсем немного времени да 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 поэтому задавайте свои вопросы если у вас особенно есть вопросы по арт-тур потому что осталось всего лишь два места и вот сейчас я смотрю в программу и честно говоря возможно одно из этих мест я куплю сама программа очень крутая вас ждут 7 дней 3 7 дней мы вылетаем из вашего города первый день мы живем в махачкалу и размещаемся в очень комфортабельном модели азимут фото каспийска в каспийске дальше у нас ужин на второй день у нас будет экскурсия к Сулакскому павильону прогулка на катере и по барахану третий день нас ждет утренняя йога мастер-класс вместе с александрой плене и свободное время прогулка с группой на четвертый день нас ждет экскурсия город-призрак гамсу горные виды подземный водопад и фото зарисовки а также утренняя йога на пятый день у нас будет плене целый день и утренняя йога на шестой день у нас будет экскурсия в Дербенг и в Гене с видом на древнюю реку на шестой день у нас завершающая утренняя йога и уже сборы и выезд для того, чтобы поехать в аэропорт программа очень насыщенная, но вместе с тем она такая расслабляющая потому что, да, у вас нет, можно сказать, ну, есть свободное время но оно с такими мероприятиями, которые вас вдохновляют и расслабляют максимально эти поездки это настоящая терапия для души если вы очень устали, у вас повышена тревожность и вы хотите отвлечься от новостей вы можете даже взять, оставить телефон в своем родном городе как же фоточки? взять фотоаппарат можно они существуют да, знаешь, купить просто телефон кирпичик ну да, с кнопочной да, кнопочный телефон и прямо, да я сейчас все то же самое, этот самый цвет только чуть-чуть темнее намешала, это был ультрамарин с индигом и делаю в зоне теней то есть вот у меня есть пики мои получившиеся и там, где отвернутую часть от источника освещения то есть как бы правый бок от горы, от возвышенности я его просто вот затемняю делаю на самом деле я делаю просто такие темности геометрические и все, больше ничего не делаю не округлю, а именно делаю треугольники прямоугольники, очень угловатые пятна а свет, он наоборот пишется ну в смысле вытирается мастихин это кстати можно и кистью делать и также писать собственность от предмета потом уходить в тень и давать свет и у вас будет получаться объем просто схемку мы применили определили откуда источник освещения и чистые белилы у меня сейчас и двигаемся вот как бы по плоскостям накладываем чистыми белилами вот только белые в зоны получившихся ваших вот этих пиков возвышенностей и вот такими за раз скользкими движениями в чистые чистыми белилами укладываем краску растягиваем ее у меня очень тоже цепляется мастихин становится синий но ничего страшного то есть и вот стараемся все что свет принимает та плоскость которая повернута к источнику освещения вот вложить в нее белильность и вот проскользить на средний тон предмета и у нас где-то видите прорывается нижний наш слой который мы уложили и получается тот самый объем в горах и сейчас работаем мастихином изображая горы именно вот такая последовательность она позволяет собственно лепить объемы в горах пишут наши подписчики Дагестана что люди очень гостеприимные горы стали село Сулакский аньон Беребенская крепость Бунибская крепость надеюсь что я правильно просчитала девочки я очень рада и мы очень рады отправиться на Дагестан потому что сейчас это очень популярное такое направление и мне кажется что недооцененное потому что такие красоты просто безумные и очень хочется поехать туда и одна из самых больших ценностей этого тура это конечно же рисование с лаптура здорово кстати что сегодня присоединились еще прямо люди из Дагестана очень ждем ваше с вами знакомство я в этом году в январе я была на Эльбрусе не знаю но это конечно все равно другое место но все равно уже вот как-то горы меня не отпускают мне хочется еще прямо это моя любовь и мы же их там тоже посмотрим видите я чистыми белилами только в верхней части работаю дальше мы не работаем чистыми белилами а мы вот как раз таки уже начинаем теплеться и сириться добавляю чуть-чуть лимона смешиваю я буду наработать на лимоне индиго лимон с индиго и белила это очень такой яркий зеленый насыщенный но получается за счет белила он бледнеет и вот таким с такой смесью получается серо-зеленое светлое сейчас я попробую цвет этот цвет я буду наносить на вот на освещенные зоны среднего тона средней нашей среднего плана вот не тона а плана здорово и видите добавляю не густом мазочки а так достаточно на продиры и стараясь ломанно треугольниками укладывать такая схематичность мы же сегодня занимаемся релаксом поэтому сильно не вырисовываем просто получаем ощущение от гор за счет вот правильно уложенных пятен и все и только здесь вот ребром мастихи на такие всякие треугольнички но уходим от одинакового ритма и видите немножко сбила этот веерочек получившийся готовых смеси на палитре александр любительским я просто 6 лет потому что у нас конечно атрофированный мозг уже заточен на академизм мы уже там может быть уже забыли как вообще новички пишут сейчас я расскажу что я смешала два желтых я смешала коричневый и ультрамарин с белилами такая получилась болото оливковый такой цвет получился и я поняла что а как мы делаем мы сразу профессиональный я имею даже художник он начинает чуть-чуть быстренько пять минут раскрыл холст дело подмалевок дальше он уже начинает детализировать а это иногда еще и сразу же вообще в принципе работают небольшой кисточкой и сразу же начисто как бы весь объема так лепят спускаются к низу дошли и все готово то есть не возвращается вторым разом на снова там детализировать а пишут как бы сразу начисто то есть это такое действие профессиональное больше это когда человек уже сразу понимает и видеть тональность и видит цвет отношения знает все законы вот я вот совместила такой как бы любительский мозг с профессиональными знаниями и раскрывая холст видите по последовательности то есть сначала я кладу собственный цвет предмета просто его никто не кладет вот я беру грубо говоря красное яблоко я говорю давайте делать красным цветом ну как бы в живописи в академической это неправильно то есть я добавляю собственный цвет предмета и сначала как бы просто от него отталкиваемся потом на этот собственный цвет предмета лепим объем то есть понимаем что у нас там было вообще по освещению да вот то есть уже после туманчик раз туманчик мы растушевываем мы не накладываем а мы штриховываем туман и у нас он должен нежненький выглядеть и все собственно сейчас я пару еще движений сделаю света и на самом деле я уже буду заканчивать не буду жесткую детализацию делать то есть я в каждом из из этих пятен показала свет то есть я положила средний теневой и больше и где-то средний тон и сейчас я добавила только мастихином свет всякие осветила вот эти губ грани и плоскости светом и собственно все больше ничего не сделала мастихином друзья по поводу артура если вас заинтересовал для зрителей инстаграма напишите пожалуйста плюс в прямом эфире в комментариях это для зрителей из инстаграма ну и следующим этапом я немножко усиливаю контраст где он нужен где он потерялся вот просто опять усиливая тени или возвращая их собственно все я на этом могу остановиться по большому счету если есть еще до какие-то вопросы у нас осталось в принципе и вы можете задать свои вопросы и по артуру дагестана и по самой работе если у вас есть как это вы можете задать какие-то вопросы художественной александр если у вас в своих работах что-то не получается есть вопрос вчера мы кстати с Георгием на идее и обсудили очень интересный вопрос да остатки краски можно убирать либо в баночку либо прямо иметь какую-то поверхность типа дощечки либо ну вот баночку да с крышкой лучше конечно с крышкой закрывать потому что вот был опыт когда у учеников моих мужья ругались что у них котлеты пропахли все ну и какая-то в общем еда пропахла краской и маслом она достаточно вонючая особенно если уже разбавитель был и что давай-ка ты свою краску не будешь в холодильнике хранить ну просто надо закрывать либо все это в пакеты убирать потому что действительно запах есть не убирать в морозилку я да именно морозилку советую она доживет еще у вас там долго до несколько недель там или даже больше может формат холста моего 30 на 25 вертикально расположен мне нравится грунт санет самый простой санет акриловый грунт вообще без проигрышный вариант дешево сердито и именно он зарекомендовал себя неплохо по качеству и как собственной санетовские текстурные пасты тоже мне нравится кстати попробую может быть добавить немножко еще с более светлых и как-то увести что-либо розовинку хочется поэкспериментировать вот с передним планом да и немного дать может быть или даже не розовинку а сиреневинку сиреневость то есть краплак и ультрамарин я добавляю в белила с синим вот в этот цвет чуть-чуть его может быть будет интересно добавить розовинку адыгей нас уже приглашает ну кстати почему бы и нет рассмотрим и кстати очень часто спрашиваем куда еще вы хотите поехать сейчас видимо будет только у нас россия открыта что будем и видимо и адыгей тоже увидим до магадан тоже вариант передний план можно сильнее детализировать всякие дать еще каких-то гранина и затеплить вот мне кстати нравится как этот розовый здесь но он ведь не в чистом виде он все относительно на палитре это вообще выглядит коричневым цветом но вот на картине он выглядит розовее и вот можно его не на передние планы только вот вверх никуда им не идите потому что это уже будет нарушать воздушную перспективу передачи и вот в этих местах можно кстати интересно наши подписчики вы же мы уверены что вы нас смотрите из разных уголков россии поэтому напишите в комментариях про то откуда вы и почему к вам стоит приехать с артуром возможно возможно вы приедете ну потому что нам очень нравится это направление и нашим ученикам тоже мы уже делали артуры в Египет на Алтай на Байхал на зимний на летний в Марокко да 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 и все оно и вообще были еще до этого еще было и Париж было и Италия вообще был первый артур ну вообще мы конечно сейчас хотим путешествовать по России и каждый раз эти артуры это просто потрясающая зарядка заряд эмоций да да потому я вот каждый раз приезжаю я съездила получается в четыре последних наших тура и я просто еще потом несколько месяцев была на таком подзаряде во-первых мы познакомились с интереснейшими людьми со всеми мы на контакте мы дальше еще встречаемся и на вебинарах и все время так это вспоминаем наши поездки куча фотографий классных новых мест которые увидели эмоции которые мы пережили все вместе именно позитивные и они такие были ну вот действительно все вот уже кто и люди которые с нами ездят и возвращаются и в следующие наши туры и вот то что и Алтай вот сейчас повторяет пара молодая бара с нами поедет тоже этому мне кажется подтверждает что у нас там очень теплая компания и при этом мы развивались усовершенствуемся ну и знакомиться с новыми людьми почему я использую только один мастихин потому что его в мастихинах есть универсальность либо за однозадачность то есть все остальные мастихины которые более сложной формы они узконаправленные делают один максимум два мазка и их крупность она тоже то есть меня достаточно маленький сейчас холстик можно сегодня было работать кстати мастихином который ромбиком он тоже здесь будет удобен а остальные они просто физически неудобные ну например у меня сейчас тут лежит где-то мастихин а нет я его убрала в общем они этот самый универсальный и если уж и развиваться и ставить руку и привыкать к мастихину то лучше не менять мастихины по крайней мере на моменте обучения дальше вы можете уже конечно же менять и добавлять и экспериментировать с новыми мастихинами но вот в начале пути давайте привыкать к одному чтобы то что он делает 8 мазков вот кто со мной занимался я выработала 8 мазков которые можно получить этим мастихином под разные поверхности задачи и с другими этого не удавалось мне поэтому я работаю с одним потому что он универсальный на в живописи главное не перечернить и те места где вы видите их достаточно черными живописи их облегчать это к слову тому что возможно покажется что вот эта гора светлая она темнее всего относительно всего получившегося сюжета поэтому нельзя сказать что она не темная цвет вообще всегда относителен я бы уже на самом деле остановилась минуты пять собственно назад но всегда можно усиливать детализацию чем дольше мы работаем над нашим сюжетом тем мы можем больше показать там хриптов настроение уже в любом случае было передано и можно было там раньше остановиться а сейчас вот можно только вот разбивать чем дольше мы сидим над одной работой тем мы больше можем детализировать и в принципе возможно мы можем еще и убить вот эту легкость в своей работе так что тоже вот знаете для себя если вам нравится ощущение легкости в картине то лучше остановиться до того чем вам покажется что пора заканчивать то есть до еще уже надо было бы остановиться ну что напишите пожалуйста в комментариях кто писал сегодня вместе с нами у кого что получилось тут еще вот вопрос появился мы на референс на референсе более фиолетовые у вас больше бирюзы специально делали так да специально колорит художник выбирает свой сам и главное чтобы это все было в гармонии чтобы цвета были пересекались и собственно я решила забирюзовить потому что относительно ультрамарина это теплый цвет и уходить в фиолетовый ну не имеет смысла решил я переиграла я на самом деле тоже планирую фиолетовый уходить переиграла а себя друзья и мы хотим вам немножко рассказать как раз таки еще про арт-тур потому что на самом деле информации очень много которые мы вам можем рассказать в мае вообще это мне кажется самое приятное время для того чтобы поехать в дагестан потому что там нет вот это вот изнуряющей жары но уже вот есть теплое солнышко больше 20 градусов да и зеленее склонный горб потому что в санкт-петербурге в мае это еще мне кажется зима до сих пор еще шапки да жить мы будем просто в потрясающем отеле он расположен прямо на берегу моря там очень комфортабельные удобно большие кровати халаты тапочки шведский стол то есть голодать его никто точно не будет программа у нас огромнейшая и мы посетим очень много разных достопримечательностей это сулакское ущелье для тех кто был в дагестане и вообще даже смотрел какие-то картинки вы знаете насколько там вообще красота и и даже не знаю с чем его сравнить но виды просто потрясающим город в призрак гамсута вархан сыркум и естественно дербент и салтинский водопад также еще мы посетим цветущие маковые поля и увидим каспийское море ой у меня будет новое море новое море да я коллекционирую страны и моря я увижу новое море это круто друзья вы тоже можете увидеть новое море если вы никогда не были на каспийском море если отправитесь вместе с нами в артур в дагестан стоимость тура включены у нас оживание проживание мастер-классы по живописи пленеры индивидуальные консультации художника естественно занятия йогой трансферы в аэропорт и все 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 экскурсии по программе автобусы гиды все это включено в тур вам нужно побеспокоиться лишь об авиаперелёте из вашего города до махачкалы да это единственное чем вам нужно позаботиться и перелет у достоин ну не очень дорого на самом вот питер москва туда-обратно я вообще смотрела двенадцать тысяч стоит туда-обратно мы на сайте указали пятнадцать тысяч но с учетом может разных дней покупки так что друзья перелет недорогой в стоимость включено очень очень много всего и это действительно очень классная возможность расслабиться и поехать вместе с нашей школой живописи расскажи как проходил артур на алтай проходил насыщенно все были вообще в восторге о том что думали что мы будем только рисовать и заниматься йогой а мы еще посмотрели множество достопримечательностей древностей и вообще природы увидели много и перемещались там и на байдарках и на лошадях покатались была конная прогулка и вот именно был восторг от того что даже при том что программа была выложена на сайте поездки все равно не столько эмоций было именно от того что люди не ожидали что мы будем все таки еще и смотреть достопримечательностей ну и то что мы все время были в таком в своей атмосфере мы общались только на темы искусства мы у себя вдохновляли мы друг друга вот мы работали у нас был какой-то проект да мы создавали картины мы делали фотографии я пока я учила и ну и вообще когда мы где-то были в каких-то экскурсиях все время я там подсказывала вот как ракурс лучше встать да вот чтобы вот здесь вот уловить вот как вот сейчас красиво солнце падает и помимо еще живописи мы еще и фотографии занимались классно а какое количество людей в группе по артуру сколько обычно у нас человек ездит в районе 10 человек то есть в принципе это получается прямо каждый раз индивидуальные мастер-классы и по йоге и по живописи да и причем у нас стоит например занятие живописью например весь день ну может кто-то позаниматься в до обеда в первые полы дня а потом на пойти там покупать какие-то себе чай там в общем что хочет он себе вы из поездки вывести свободно друзья вопросов много в на самом деле всю подробную информацию вы можете почитать по ссылке в описании к этому видео там информации и о ценах там на фотографии отеля будет плюс еще конечно же мы будем выкладывать информацию в наших социальных сетях и в постах и хотелось бы опять пожелать всем хорошего дня и мы уже будем завершать да у нас уже группа практически собралась поэтому осталось два места 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 да да у нас примерно 10 человек при необходимости конечно мы выйдем там за рамки 10 вообще вот у нас на алтай мы были большой нас было 18 но у нас на мы два художника поехала то есть чтобы вот мы все 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 не были уделить обделены вниманием вот вопросов я смотрю что так больше вроде нет тогда будем завершать всем хорошего дня до творить пишите создавайте красоту окружать все красотой да обязательно присылайте если вы напишите картину которую мы сегодня писали вместе с александрами обязательно присылайте в комментариях спасибо всем пока пока пока